Указа Трампа получена абсолютно законно. Вы просрочили выезд по уважительным причинам. Пока каких-то разъяснений в отношении вот этих просроченных визг, что люди не смогли выехать, пока нет. Но, скорее всего, это появится и вам все равно нужно контактировать с посольством, которая выдала визу. Вы должны получить от них четкий алгоритм действий. Есть разъяснение о чрезвычайном положении от иммиграционной службы. Но эта иммиграционная служба курирует то, что происходит на территории США. Работу консульств и выдачу виз курирует Госдеп. Так вот, по Госдепу пока никаких таких разъяснений, что делать людям, которые просрочили визы, нет. И посольство, исходя из этого, не может вам ничего толком сказать. Но таких людей много и, скорее всего, будет какое-то решение. Доказательства у вас есть. Это тоже существенный факт здесь. Потому что, если просто я сидел смотрел телевизор и новости, это одна ситуация там может не сработать. Посольству опять же должно из Госдепа прийти, так скажем, инструкция, мануал, что в отношении тех, кто просрочил визы, из-за невозможности выехать в визе с COVID-19, перевыпустить визы. Скорее всего, вы пойдете этим путем, потому что ту переписку, которую мои клиенты имели, там было примерно следующее. Мы перевыпустим вам визу, вам просто нужно будет повторно пройти медосмотр и, возможно, оплатить еще раз визовый сбор за выпуск новой визы. А вы попадаете под 60-дневный запрет. И, соответственно, ждем 60 дней, когда истекает. Это где-то 23 июня. Вам никаких действий не может быть, если действует вот этот вот указ, прокламация о 60 днях. Идете до 23, 23 подходит, пишете в посольство вопрос. Почему они вам написали до 30 сентября? Потому что по закону, который Конгрессом утвержден, а не Трампом, вот эти вот лотерейные визы, они выдаются до конца финансового года, то есть 30 сентября 2020 года. Но они не могут вам перевыпустить визу ДВИ, которая по квоте идет, согласовывается каждая виза с Госдепом, позже этого срока. Все. Так что у вас все нормально будет, скорее всего будет перевыпуск. Другое дело, что, скорее всего, придется новую медкомиссию делать. Посольство будет записываться сами и никто вас быстрее не запишет, кто бы он там ничего вам не рассказывал. Потому что запись у вас будет происходить по вашей инициативе с вашего e-mail отправлен запрос. То есть, как только от вас пришел правильно составленный запрос, там, где ваш номер кейса указан, объяснена ситуация четко, визы можно приложить, бронебилеты, отмены переписки. Вот это я бы советовал туда все приложить. Отправляете, прикладываете, чтобы показать, что вы серьезно были настроены и вашей вины никакой здесь нет. Опять же, вот эти назначения на перевыпуск, ну, я думаю, что не все так быстро, потому что каждая перевыпущенная виза, она опять же пересогласовывается с госдепом. Это где-то около месяца, а то и двух может занять. Чисто технически. Если у вас только с июля это все начнется, ну, перевыпуск, допустим, виз, плюс новые люди, кто будет пытаться еще успеть, у вас все равно у всех одинаковая здесь картина, потому что все должны до 30 сентября получить визы. 30 сентября заканчивается и, скорее всего, пролонгироваться не будет. Типа сдвинуть финансовый год, это маловероятно, потому что здесь идет в законе привязка к финансовому году. Вот он закончится 30 сентября. Дождались ясной информации официальной о действии, вы еще даже в письме ссылаете, что вот, я прочитала инструкцию госдепа, сослались на нее, и поэтому я вам посылаю. Вот это самый идеальный вариант. Все, может быть, и понимают, но им нужен законодательный акт, от которого чиновник может отталкиваться. Он не может действовать по своей логике. А сейчас однозначно в отношении вас никаких действий не может происходить, потому что на 60 дней это все приостановлено. Поэтому следите за новостями и, скорее всего, из этого вы будете действовать.